Веревочки и шапочки Веревочки и шапочки — это еврейская религиозная одежда, которая служит для того, чтобы создать внешние напоминатели, для того, чтобы мозг все время знал, где ты, кто ты. Например, шапочка — это чтобы помнить, что на тобой есть Бог. То есть это покрытие головы, чтобы все время помнить, что на тобой есть Бог. И это во всех традициях религиозных. Те, кто помнят, что есть Бог, они все ходят в головных уборах. Мусульманские священники, христианские священники и так далее. Это специально, чтобы помнить, что на тобой есть Бог. Веревочки, про них написано, они называются «тистицицит». Написано, что будут у тебя на краях одежды «тистицицит». И будешь смотреть на них, и будешь вспоминать все заповеди Бога, и не будешь блуждать, влекомый сердцем и глазами. Сердце — это желание, глаза — это глаза. По-простому — это чтобы помнить, что я женат, и у меня трое детей. Понятно, да? Это чистый напоминатель. Хорошо. Да. Скажите, вы сказали, что за последний месяц вы приобрели какой-то навык. Можно спросить, какой? Какой навык я приобрел? Я сейчас работаю над изучением личности Дональда Трампа. И когда я изучаю Дональда, ну, что-то изучаю, то нужно сразу же приобретать навык. Значит, у Дональда Трампа есть такой навык «никогда не отступать». То есть у него есть навык «никогда не отступать», «не давать заднюю». Ну, вы видели Дональда Трампа. Я, значит, начал себе этот навык вырабатывать. Я могу сказать, что я сейчас хочу от него отказаться. Потому что он дает плюсы. То есть ты продавливаешь, ну, намного более часто ты продавливаешь свою позицию в семье, там, с детьми и так далее. Но как следствие есть отдача. То есть ты постоянно, с одной стороны, ты достигаешь своих целей, с другой стороны, как бы эмоционально такой способ жизни, мне лично, он менее удобный, чем уступить. Тоже жене, там, детям и так далее. То есть не напрягать атмосферу. То есть Трамп, он любит воевать, он говорит, что там врежь по яйцам два раза. Ну, там, это так приятно вцепиться в горло сопернику. Ну, то есть он такой особенный человек. Вот этот я навык, я как бы попробовал включить его в себе, но сейчас опять выключаю. Еще вопрос. Какова ваша цель основная на 2017 год? На 2017 год у меня цель, я назову одну из своих целей просто... Важная, да. Важная для меня это миллион подписчиков в соцсетях. То есть у меня на сегодняшний день где-то 450 тысяч подписчиков, если взять Facebook у меня на личной странице 40 тысяч подписчиков, 35 и 5 тысяч друзей, на странице компании 290 тысяч. Кто, кстати, не подписан на мой Facebook, поднимите руку, пожалуйста. Ну, помогите. На личной я постчу сам личные разные, ну, свои личные там мысли, впечатления, идеи каждый день, именно моя личная такая, личная идея, да. На странице компании там не рекламный контент, а там контент вдохновляющий. То есть у меня компания, главное у меня это вдохновлять людей на развитие, там есть очень много вдохновляющих роликов и так далее. То есть вы просто в своей ленте будете видеть часто позитивные ролики, вдохновляющие ролики, умные мысли и так далее. Вот там где 290 тысяч. 290 тысяч это Исаак Пентусевич Системс, а личная моя это Исак Пентусевич. В канал мой в YouTube 47 тысяч подписчиков сейчас, там я выставляю ролики короткие, длинные, тоже я что-то понимаю, я очень много контента, полезного, нужного контента. Там же есть на религиозные темы про Бога очень классные, есть такая книга «Экклезиаст», она входит в Тору и в Библию тоже, «Царь Соломон». Там вот я прямо уроки по этой книге, то есть есть очень много интересного, что можно для себя найти на этом канале. Ну например, книга «Притчи» для православных. Мишли, да, «Притчи» там есть тоже, уроки по «Притчам» и «Экклезиасты», они вместе входят в православную Библию. Можно еще вопрос? Давай. Вы считали для себя, сколько в итоге, в процентном отношении решений вы принимаете неверно? У меня нет ни одного неверного решения, вообще ни одного. Я объясню почему. Стив Джобс, если вы внимательно посмотрите его три истории, да, три истории жизни, где он рассказывает, он говорит, что человек может оценить последствия своих решений только из будущего. И поэтому я верю в Бога, верю, что Бог все для меня делает только к лучшему. И даже если я двигаюсь, на этот момент мне кажется, что я совершил ошибку, мне плохо и так далее, я понимаю, что это только для моего добра, что я из этой ситуации сейчас выучу что-то для себя новое, полезное, что это меня неприятность остановит от какой-то еще большей неприятности на следующем этапе. Поэтому я могу сказать, что все мои решения, они правильные, потому что в итоге я двигаюсь в правильном направлении. То есть у меня, если вы хотите знать мою жизненную философию, есть портал «Пять сфер», во всех своих книгах я пишу. Для меня главная гармония, развитие во всех пяти главных сферах в жизни. То есть у меня, слава богу, вот жизнь развивается. Я ни в какой сфере не двигаюсь фанатично там, что все там надо. То есть это мой подход. Гармония, постоянное развитие, постоянное обучение, помощь людям. И слава богу, у меня все хорошие решения. Прям вообще, я прям восхищаюсь. Кто здоров. Да. Еще раз здравствуйте. Меня зовут Сергей, у меня вот такой вот вопрос к вам. А вот как себя замотивировать на действия? Это вообще такой вопрос очень обширный. Значит, есть еще раз в двух словах. У человека есть рычаги мотивации, внешний контроль. То есть можно договориться с кем-то, чтобы тебя заставляли. Ну, с кем-то там сильным, мощным, агрессивным, чтобы он тебя заставлял. Второй вариант – это есть желание. Значит, желание человека, оно пробуждается именно глазами. То есть человек, вот он что-то видит, и он себе придумает. Вау, хочу, не могу, хочу, не могу. Прям, то есть вот это хочу, не могу. Нужно просто представить ту цель, которой ты двигаешься. И ты ее нужно просто так представить, чтобы просто ты сам бы и офигел от этого. А как сделать? Ну, просто фантазию включи. Ну, там, ты идешь в кино, там, думаешь, ну, о, сейчас такой фильм посмотрю, таким умным стану. Там, познакомлюсь с девушкой своей мечты, найду там 100 долларов по пути. Ну, там, придумал себе, и тебе уже хочется в кино. То есть фантазировать, да? Фантазия. Ну, а все люди, которые думают о будущем, все люди фантазируют. И те люди, которые сильно хотят чего-то, они просто себе нафантазировали большего, чем те, кто не хотят. То есть это второе, но этот способ, он, мотивации, он ненадежный, потому что как только по пути встречается препятствие, то ты тут же перегораешь, потому что это препятствие, оно тут же как гасит, как водой, всю твою мотивацию. И есть третий способ, когда ты выстраиваешь вот эту настойчивость, когда у тебя есть внутри, у тебя есть внутри, я расскажу вам сейчас историю о одном достаточно великом человеке, который вошел в мировую историю. Как он у себя вырабатывал настойчивость? Значит, это история о Наполеоне. Наполеон, он был из простой семьи, пошел в военную академию, был, ну, офицером, потом стал генералом, потом стал императором, потом захватил практически всю Европу, потом его, значит, ну, победили, сослали на остров, он один вышел из острова этого, навстречу армии, он всю армию перегнал на свою сторону, пошел опять в войну на всех, опять проиграл, и второй раз его выслали на остров, он там умер. То есть, ну, такой персонаж. И как он стал таким персонажем, который ничего не боялся? Значит, есть история из его молодости, когда-то Наполеон, он был еще молодым офицером, ну, там, как студент. И вот они были в тренировочном походе, и он ночью как-то проснулся от того, что он хотел пить. Шатер такой, да, палатка, и он просыпается, хочу пить. Значит, он уже хотел вставать, чтобы идти к колодцу пить, и тут он себе говорит, секундочку, кто тем управляет? Мною управляет мое желание, мое тело, или я управляю своим желанием? Кто сильнее, я или мое желание? Значит, я не пойду пить. Я не пойду пить, потому что я сильнее тела, я сильнее жажды, я сильнее усталости. Я хозяин своего тела. Человек, который властвует над другими, он вначале должен научиться властвовать над собой. И он остался лежать. Лежит он, значит, лежит и думает, а может, я слабак такой? Может, я просто, мне холодно, и мне лень идти сейчас к колодцу, и я себе придумал вот эту вот красивую историю для того, чтобы чисто проявить свою слабость, но как бы эту слабость оправдать какими-то там рациональными, а на самом деле я просто слабак, который не хочет сейчас встать, одеться. Все, пойду сейчас. Потом думаю, а может, я просто сильно пить хочу? И оно же так и происходит. У человека есть, если нельзя, но хочется, то что? Можно. Человек придумает, как можно. То есть интеллект, он просто рационально оправдывает любые желания человека. Значит, Наполеон, он еще какое-то время лежал и думал, но для успеха недостаточно настойчивости. Для успеха нужен еще ум. И Наполеон обладал и умом, и настойчивостью. Вот это сочетание, оно творит чудеса. Если вы знаете, что делать, это ум, и у вас есть настойчивость, и вы делаете, это просто невероятно. Ну, то есть это человек может такой пробить стены. Значит, Наполеон, он лежал-лежал, думал, как же все-таки победить свою слабость. И он придумал вариант, который точно доказывал, что он хозяин себя, он властвует над собой. Наполеон встал, оделся, пошел к колодцу, постоял возле колодца, не попил. Ну, вернулся, разделся и лег спать дальше. То есть он победил себя во всех направлениях. Он себе же доказал, что он хозяин себя, он полностью управляет собой. И такой человек, это вопрос о мотивации. Значит, таким людям не нужна мотивация. Он себе говорит, так, моя цель, я буду месяц учиться по два часа, и я сдам этот экзамен лучше всех. Ему хочется, ему не хочется, зовут его, не зовут, хочет он спать, не хочет, он учится по два часа в день. Если он учится по два часа в день, и до этого он взял и проучился, как правильно учиться, чтобы лучше запоминать. То есть он не просто тупо читает и забывает, а он именно учится правильно, то он по-любому сдаст экзамен лучше всех. То есть вот это вот настоящая мотивация, когда человеку не нужна никакая мотивация, кроме управления собой. Когда он себе говорит. И это очень сильно вырабатывается через спорт. Когда человек, он каждый день занимается спортом, и каждый день он понемногу преодолевает свое не могу, не хочу, устал, и он преодолевает, преодолевает себя. То есть он умеет свое не могу, свою слабость с помощью своего интеллекта преодолеть. У него появляется внутри вот этот рычаг, и дальше он по жизни может себя двигать в правильном направлении. Хорошо, еще один вопрос. Есть в онлайне вопросы? В онлайне есть вопросы? Есть в онлайне или нет? А то у нас есть еще зрители в онлайне. Есть зрители в онлайне? Или они не задают вопросы? Они сидят в онлайне, пьют пиво. Так, давайте. Скажите, пожалуйста, можно? Скажите, пожалуйста, вот Стив Джобс добился феноменальных результатов. По вашему мнению, он укладывается в ваши вот пять уровней? Он создал нового я, себя как нового? Конечно, конечно. А почему тогда у него такой результат? Он умер в 56 лет слишком правильно? Я думаю, что у него были программы, которые ему очень мешали. То есть у меня, я могу только предполагать, что, например, есть вот в тех же притчах царя Соломона написано, что тот, кто не прощает, у того гниют кости. Прямо таким текстом там написано в 29 главе. То есть, ну, имеется в виду, что у него какие-то внутри начинаются болезни. Стив Джобс никогда не простил своих биологических родителей. Он знал, кто его биологические родители, которые от него отказались. И он в течение всей жизни их не простил, с ними не хотел видеться никак. То есть он даже в этих своих трех историях, он с большой обидой рассказывает о том, как от него отказалась его биологическая мать, как от него отказалась вторая пара, которая должна была его усыновить. Он, кстати, этой историей показывает, что иногда кажется, что это ужасно. То есть от него отказалась мать, которая его родила, от него отказались родители, которые хотели усыновить. В итоге он бросил институт всего лишь после полугода учебы. Но потом он говорит, все эти события, которые изначально оказались мне негативными, из будущего я могу увидеть, что каждая из них была необходима для моего следующего успеха. Каждая из них была ступенькой для того, кем я стал. Это первое предположение. Второе предположение, опять же, это чисто мое предположение, как я вижу мир. Если Дональд Трамп начинает свою книгу, я слушал одну из его аудиокниг, он говорит, что мой девиз по жизни — это совет, который отдавала мне мать. «Вери в Бога и будь честен с собой». Это начало его книги. Стив Джобс ни в одной из своей книги, выступления, то есть с его жизненной философией Бог отсутствовал. Он был человек, который, я не разбираюсь в восточной какой-то философии, но он был какой-то дзен-буддист, какие-то медитации, но он не был монотеистом, как есть ни мусульманин, ни иудей, ни христианин. То есть он не верил в это все. Теперь и при этом он стал самым выдающимся технологическим человеком в мире. То есть он создал технологическую империю, которая, оказалось, решает все вопросы технологические лучше всех в мире. Но вопрос своего здоровья при всех миллиардах, при всех своих гениальных возможностях он не смог решить. То есть как Бог разрушил когда-то Вавилонскую башню, когда люди строили башню, чтобы доказать Богу, то есть они делали войну с Богом, сказать, что мы сами можем управлять этим миром. Также Бог разрушил эту башню и смешал языки, чтобы они не могли с собой договориться. Точно так же, я так думаю, возможно. То есть или причина, то что он не прощал, и есть там Луиза Хэй, вот эти все. Ну знаете, есть, которые говорят, что причина вот этих страшных всех заболеваний, внутренних негативных, когда человек не отпускает какие-то обиды. Это есть такая версия. И второе, это религиозная версия, что он не шел против Бога открыто, но он и не шел за Бога. И Бог ему показал, что все-таки кто в мире хозяин, я считаю, что Бог хозяин мира. Все, какие еще есть вопросы? Давайте, последний вопрос. Вот здесь вот можно? Два-два. У меня микрофон уже. Правильно, чего девушкам выступать? Действительно, консульсов. А вы можете напомнить 10 заповедей из успеха? Моих личных? Да, вот эти, которые есть. Ну конечно. Я написал книгу. Ну напомните, пожалуйста. Ты меня чисто проверить хочешь? Нет, я для себя чисто читал. Хорошо. Я прочитал. Я просто не помню. Я не по системе 3П ее учил, поэтому я и не помню. Рассказываем. Можно я написал сейчас? Это как раз книга, когда мне было... Я ее начал писать, когда мне было 34 года. В 33 года у меня произошел очередной кризис. Как раз интересно, что я потом анализировал. Вот если у людей кризис, и, например, в 6 лет ребенка посылают в школу, у него начинается кризис. Ему до этого обещали, что будет в жизни все хорошо, а в первом классе он понимает, что ему на 11 лет он попал в тюрьму жесткого режима, строгого режима. Значит, второй кризис у человека обычно происходит в 15 лет. Где-то, ну вот, подростковый вот этот кризис, да? Это тоже как 6. Вот переход с шестерки на семерку. Тут ему 15 лет, он переходит на 16 лет. Правильно? Тоже семерка, тут семерка. Следующий кризис у человека происходит в 24 года примерно, когда он женится. Когда человек женится, ну или выходит замуж. Вот кто женился, выходил замуж. У вас были разрушены ожидания или не было? Надеюсь. Ну, ладно. В общем, и так далее. В общем, в 33 года у меня был очередной кризис, когда я понял, что старый мой подход к жизни не работал. И я начал искать что-то новое. Как раз я нашел систему Стивена Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Потом я, уже к тому времени, я сам учился, развивался. И я понял, что мне нравится обучать людей, мне нравится помогать людям. То есть я вижу в этом реализацию своих талантов. И я начал обучать других людей. Потом я нашел лучшего тренера в мире. Это Энтони Робинс. И я взял модель. Вот тот человек, у которого я начал учиться, от которого я взял как бы свою систему, каким я должен стать. Вот этот новый я, которого я начал создавать в 33 года. Это он был по проекту Энтони Робинса. Да, мне очень нравился Энтони Робинс. И там было в этом проекте обязательно нужно написать книгу. Чтобы быть хорошим экспертом, специалистом в своей сфере, обязательно нет ни одного эксперта, который реально вот лучше в своей сфере, чтобы у него не было одной или нескольких книг. Я начал писать книгу в 34 года. Это была книга, вначале она называлась «Десять заповедей личной эффективности», потом она называлась «Десять заповедей успеха», а потом издательство «Эксмо» добавило слово «Действуй» и появилось «Действуй десять заповедей успеха». И она как раз описывает вот этот мой опыт становления. Значит, первая заповедь успеха — это возьми ответственность. Возьми ответственность за свою жизнь на себя. Только ты создаешь твою жизнь, пойми это, осознай, никто тебе не поможет, никто тебе ничего не должен, ты решаешь все. У тебя выбор, у тебя свобода выбора, и ты ответственный за все, что происходит с тобой в твоей жизни, потому что ты принимаешь решение, кого слушать, кого не слушать, куда идти, куда не идти. То есть последствия твоих выборов и составляют твою следующую жизнь. Первое — возьми ответственность на себя. Второе — когда человек берет ответственность на себя, ему надо принять решение. Какую поставить цель, куда двигаться, и в этот момент его накрывают страхи. Ему страшно. Страх неудачи, страх критики. Он реально начинает буксовать, его начинают критиковать другие люди и так далее. Он не знает, что с этим делать. И вторая заповедь называется «Победи страх». Все люди, которые достигают больших результатов, они сумели победить страх. И у них есть внутри, это просто программа мышления. Как победить страх критики, как победить страх неудачи. Третья заповедь успеха — это «Поставь цели». Поставь цель. Значит, здесь то же самое. Почему надо ставить цели только после того, как ты победил страх? Потому что если ты боишься, ты поставишь маленькую цель. Тебе страшно вдруг не получится. Если ты не боишься, то перед тобой открыты все дороги. То есть ты реально ставишь себе такие цели, шарашишь, у тебя нет страха, что про тебя подумают и так далее. То есть у тебя совершенно другой уровень воспринятия себя и мира. Третья заповедь — «Ставь цели». Четвертая заповедь. Четвертая заповедь, когда ты поставил цель, то следующим этапом является план. Тебе нужен план. Хороший план. Значит, как вариант, да. Ну, чтобы сделать хороший план, тебе нужен хороший план. И, значит, но в реальности есть технологии, в этой книге я рассказываю именно, что надо делать, есть технологии, как планировать, есть конкретные программы, как создать стратегию, как поставить план. Значит, сделал ты хороший план. Дальше тебе пятая заповедь — «Надо действовать». Когда есть план, ты должен действовать, ты должен реально шарашить. Каждый день делать действия по своему плану, потому что результаты конкретный человек через что получает? Через действия. Не через планы, не через цели, а только через действия по реализации этих планов и целей. Значит, пятая заповедь — «Действуй». И человек начинает действовать. Шестая заповедь — «Контролируй». То есть, когда ты действуешь, но ты не контролируешь, что у тебя получается, то ты можешь зайти не туда, ты можешь не извлекать уроков из своих каких-то неправильных действий и так далее. То есть, это шестая заповедь, да? «Контролируй». Шестая заповедь — «Контролируй». Там тоже есть, в каждой заповеди есть инструменты, технологии. Седьмая заповедь — «Верь в успех». «Верь в успех». Потому что, когда вся жизнь человека — это вопрос веры. Вот как он верит? Верит он в себя, верит он в успех, верит он… Человек живет в мире, который строит свои веры. Вера — это то, что поддерживает модель мира человека. Значит, восьмая заповедь — «Молись». «Молись». То есть, нужно как раз вот то, что мы говорили про удачу Бога. Я очень верю в Бога и верю, что Бог управляет миром. Если человек умеет наладить отношения с Богом, то, естественно, это лучшие отношения, которые только могут быть. Вообще, лучшая помощь, лучшая крыша, лучшая безопасность. Ну, то есть, это восьмая заповедь — «Молись». Как я вижу, как человек может общаться с Богом и просить у Бога помощи и получать эту помощь. Девятая заповедь — это «Создавай отношения». «Создавай отношения», потому что жизнь человека, человек обладает огромной силой. Но мы все люди, и человек создан по образу Бога, и вокруг люди тоже сильные. И люди эти, они очень сильные. И если эти люди хотят тебе помогать, то у тебя открыты все дороги. Если эти люди не хотят тебе помогать, то они будут тебе совать палки в колеса, и ты должен постоянно с ними воевать. Поэтому «Создавай отношения» — это очень важная заповедь, и она номер девять. И десятая заповедь. Все это время, пока ты двигаешься, развиваешься, десятая заповедь называется «Развивайся». Как раз в тот момент я понял, что нужно в этих четырех этажах постоянно развиваться. То есть, нужно увеличивать свой ресурс. Потому что я сегодня, и если я буду месяц работать над собой, просто месяц делать зарядку, именно заниматься спортом, месяц улучшать свое эмоциональное состояние, месяц, за месяц я две книги прочитаю, профессиональные книги, и месяц я буду медитировать, да, и как-то общаться с Богом, то через месяц мой ресурс развития, он будет намного более, то есть я стану другим человеком. И могу выйти на следующий виток в своем развитии. Жизнь — это развитие, жизнь — это рост. Поэтому вот эти десять заповедей успеха — это была первая моя, как бы, программа, по которой я шел последние десять лет. Сейчас программа «Новый я» — это уже усовершенствованный вариант, то есть это апгрейд личностного развития, и она намного сильнее. То есть сейчас вот это вот «Новый я» — это более мощно, коротко и, ну, по-современному. Все, значит, мы закончили. Спасибо вам большое. Я вас жду на практикуме, онлайн-практикуме «Новый я» 25-26 апреля. Я вас очень жду на инсайт-форуме. Инсайт-форум 25-26 апреля. И присоединяйтесь к соцсетям, пишите о своих успехах. Все, удачи. До свидания. Субтитры подогнали Симон.